Магнитогорский и Металлург до сих пор не знают поражений в гостевых матчах нынешнего сезона. Юбилейная десятая победа получилась самой драматичной. И не просто волевой, а сверхволевой. Ведь еще незадолго до последнего перерыва гости уступали со счетом 0-3. Но за считанные минуты сумели полностью перевернуть игру. О невероятных финских горках наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. В стартовом отрезке хозяева полностью нейтрализовали грозную атаку лидера сезона. Игроки Металлурга нанесли всего три броска в створ, а сами многое оборонялись. Порой соперник вынуждал их примитивно отбрасываться. Именно после очередного проброса Йокерет открыл счет. Денис Зернов проиграл вбрасывание, и Юх Алкинуора, который до этого несколько раз по-настоящему выручил свою команду, не справился с дальним броском Никласа Фримена. Во втором периоде Магнитогорцы перебросали Финна в 15-6 и, казалось, перехватили инициативу, но пропустили еще дважды. Сначала бывший защитник Металлурга Филипп Хольм реализовал большинство, а затем Петер Линдбом сделал преимущество хозяев угрожающим. У гостей шайба упорно не хотела идти в ворота, не помог им даже выход 2 в 0. Но за полминуты до второго перерыва разрыв все же сократился. Голевой розыгрыш передачи из угла зоны начал Филипп Майе, далее последовал шикарный пас Егора Коробкина, а защитник Артем Земчонок сыграл как заправский форвард. Буквально тут же Йокерет остался в меньшинстве, и прямо на старте следующего периода великолепная диагональная передача Линуса Хульстрима позволила Максиму Карпову выйти на ударную позицию и переиграть вратаря. Хозяева снова нарушили правила и еще раз поплатились за это. Роскошный треугольник расчертили Николай Голдобин, Максим Карпов и Филипп Майе. Два счета 3-0 и 3-3 разделили всего 162 игровые секунды. А еще через 4,5 минуты Брэндон Лайпсик воспользовался ошибкой деморализованного соперника и эффектно переиграл вратаря. Увы, преимущество Металлург не удержал. Тему Турунин стал единственным нападающим в составе Йокерета, который в этот вечер сумел забить. Дело дошло до овертайма, и дополнительный период был непродолжительным. День защитника снайпера продолжил Линус Хульстрим. Его настойчивость и даже некоторая наглость принесла магнитогорцам 10-ю выездную победу подряд. 4-5. Гостевую серию Металлург завершит 23 октября. Прямую трансляцию из Сочи смотрите в нашем эфире в субботу в 18.50. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.